Это видео записано для сайта «Экзегет». Сейчас мы с вами разберем содержание шестой главы Книги Деяний Святых Апостолов. Первый эпизод, к которому мы обратимся, заключен в стихах с первого по шестой и представляет собой рассказ об избрании семи служителей или семи диаконов. Для этого диаконского поставления в христианской общине были особые причины. Как мы прекрасно помним, что христиане старались всячески поддержать нуждающиеся в своей общине. Мы помним, что они делились своим имуществом друг с другом. Но, тем не менее, в любом добром деле не бывает тех или иных нестроений и изъянов. И вот оказалось, что между эллинистами и местными евреями возникли те или иные трения и даже ропот, что вдовицы эллинистов пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. А в то время христианская община, как правило и по преимуществу, состояла из обращенных в христианство иудеев. Кто такие эллинисты? Эллинисты – это иудеи рассеяния или те иудеи, которые жили за пределами святой земли. И вот их вдовицы, как им показалось, в христианской общине стали получать меньше подаяния и меньше милостыни, нежели вдовицы местных иерусалимских иудеев. Здесь требуется некоторое пояснение, почему так часто в священном писании Нового Завета фигуруют вдовицы, как предмет некого особого попечения со стороны христианской общины. Вы знаете, что особенно в то время женщина крайне зависела от мужчины, от благосостояния своего супруга. И, конечно же, когда супруг умирал, это означало для женщины не просто остаться вдовой, а чаще всего остаться, плюс ко всему, еще и бедной, и часто не имеющей никаких средств к своему существованию. Поэтому, а в вдовицах всегда была особая забота со стороны первохристианской церкви, и помощь вдовицам считалась всегда благим и добрым делом. Но тут, как мы видим, начались какие-то, либо, скажем так, реальные нестроения, либо какие-то мнимые проблемы, как это часто бывает между людьми. Но, тем не менее, апостолы решают поставить на вот это служение милосердия особых людей, дав им для этого особую благодать Святого Духа. Итак, апостолы сказали, что для того, чтобы нам не отвлекаться от проповеди Слова Божия, чтобы не переключиться с проповеди Слова Божия на служение в столам, давайте изберем семь мужей, исполненных Духа Святого и Мудрости. И вот имена этих семи. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон Пармен, Николай Антиохиец. Вот эти семь человек были избраны для органичного и естественного для церкви служения милосердия. Здесь следует сделать определенного рода пояснение. Мы особенно хорошо из этих семи знаем архидиакона Стефана, который потом станет мучеником. Но, тем не менее, кто были эти семь служителей? И вот все-таки церковное предание дает нам следующий ответ, что хотя они и называются служителями и диаконами, но их поставление в диаконы не было поставлением в диаконский чин, как это происходит сейчас в церкви. То есть они не были диаконами в иерархическом смысле этого слова. Свидетель Анзотауст пишет, что в то время не было еще и пресвитеров, поэтому и речи не могло быть в то время о поставлении диаконов. Позже, в VI веке, Трульский собор разбирает этот вопрос и выясняя, нужно ли в каждом городе ставить только семь диаконов или, может быть, больше, а поскольку существовала традиция, опирающаяся на книгу Деяний, что в каждой церкви, в каждом городе, согласно примеру книги Деяний Апостольских, не должно быть более семи диаконов. И вот Трульский собор, авторитетный в плане канонического права для православной церкви, он дает следующий ответ, опираясь на толкование Анзотауста, что те семь служителей не диаконы в нашем условно-современном смысле этого слова, поэтому при необходимости в церкви может быть поставлено и больше диаконов, если для этого есть какие-то веские основания. По мысли святителя Анзотауста, возможно, что эти семь служителей были даже первые пресвитеры, хотя ясно эту мысль святин Анзотауст не излагает, он говорит, что обычно подобного рода служения, то есть служения милосердия, берут на себя священники. В седьмом стихе шестой главы находится краткая характеристика состояния церкви. И вновь и вновь мы видим, что святой Лука прибегает к этому приему «Остановки и подведения итогов». Мы видим, что у священного автора есть потребность не просто излагать события, но и как-то их осмыслять. И хотя это примечание краткое, но очень важное. Слово Божие росло, число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. И здесь присутствует очень интересная для нас новость. Очень многие из священников, то есть иудейских священников, покорились вере. Раньше об этом не упоминалось. То есть очевидно, в проповеди Слова Божия в Иерусалиме произошел какой-то явный перелом, что христианская вера стала проникать не только в среду простого народа, но и даже в семьи потомствых священнослужителей, каковыми и являлись священнослужители Иерусалимского храма. Дальше повествование Луки во второй половине шестой главы и всю седьмую главу концентрируется на личности одного великого человека, а именно архидиакона Стефана, вот того одного из семи. Оказывается, о чем говорится в стихах с восьмого по десятый, что Стефан совершал великие чудеса, проповедовал, и вот некоторые из так называемой синагоги либертинцев, киренейцев и александрийцев и некоторые из килики и оси вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять духу мудрости, которым он говорил. А что это за синагоги либертинцев, киренейцев, александрийцев? Киренея и Александрия – это географические области, которые относятся к Северной Африке. Александрия – столица Египта. Киренея – одна из областей Северной Африки. Киликия – это одна из областей Малой Азии. И вот эти диаспоры иудеев из этих мест, они имели в Иерусалиме свои собственные синагоги, где они собирались. Здесь также упоминается синагога либертинцев. Либертинцы – это иудеи, вернувшиеся из римского плена, в который они попали во время завоевания Иерусалима гнеем Помпеем. И вот те иудеи, которые вернулись из Рима, они тоже имели в Иерусалиме свою собственную синагогу. И вот именно эти люди, они вступают в спор со Стефаном. Мы с вами неоднократно будем замечать на протяжении всей книги Деяний, что почему-то именно иудеи рассеяния, то есть не те иудеи, которые жили в Иерусалиме, они больше всего будут противиться, как здесь и архидиаку на Стефану, так и апостолу Павлу. Почему это происходило? Отчасти это можно объяснить. Я позволю себе такое предположение, что иудеи, которые не жили в Святой Земле, возможно, они всячески хотели доказать всем, что несмотря на то, что они не живут в Палестине, тем не менее, живя на чужбине, они не просто сохраняют свою веру, а более того, что они еще больше ревнуют о вере, чем местные иерусалимские иудеи. И вот, возможно, вот такого рода психологический нюанс, он объясняет какую-то особую ревность и особое противление, которое оказывала вот эта часть иудейства проповеди апостолов. Результатом этих споров явилось то, что архидиакон Стефан предстает перед Синедрионом. Тогда научили они некоторых сказать, то есть представителей этих синагог, «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога». Вот одно из самых страшных обвинений, которые можно было предложить Синедриону. Это отступление от веры и хуление своей веры. Был возбужден народ, стареишны, книжники, напав, схватили Стефана и повели в Синедрион. Были представлены ложные свидетели, которые говорили, что этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место и на закон Моисеев. И вот как интересно, в какой искаженной форме они передают проповедь святого Стефана об Иисусе Христе. Мы видим, что, скорее всего, совершенно естественны для христианина слова о Христе, о его страдании, о воскресении, о Новом Завете, как они были перевраны этими лжесвидетелями. «Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие». Очевидно имеется в виду предсказание Христа о грядущем разрушении Иерусалима. И переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И вот все это становится предметом разбирательства в Синедрионе, на котором святой Стефан держит защитительную речь. Эта речь приведена в следующей, в седьмой главе книги Деяний.